здравствуйте уважаемые коллеги вспомнился один такой интересный факт из истории нашей авиации ракетостроения но был такой не и авиационных систем собственно это проектировали вот ракеты авиационные воздух-воздух воздух земля и академик федосов был директор института вот он вспоминал такой случай во время корейской войны это где-то 50-й год 51 но мы официально мне не участвовали помогали кимирсену тайна ну тайна там дивизия покрышки кожедуба летала и китайские летчики официально участвовали помогали кимирсену вот американцев была такая ракета воздух-воздух на истребителях ну сайт winder называлась вот однажды несколько лет не взорвалось китайцы их подобрали передали в институт московский ну там ракету разобрали изучили принято было решение надо и просто скопировать улучшить характеристики и поставить на вооружение у нас ну разобрали ты общем-то по частям но вот сам электронный блок все транзисторы прочее они были залиты таким эпоксидом компаундом намертво широкие перегрузки большие в ракете чтобы ничего не дрожало вот как быть как разобраться в схеме так вот а в это время москве проходила выставка якутские косторезы эти мастера якуты они там из моржового клока из мамонтово ну прямо на глазах зрителей посетители вырезали фигурки разные вам выступала и этих мастеров при пригласили в институт объяснили задачу с их инструментами они довольно быстро аккуратно обнажили все эти электронные секреты американские схему предъявили к использованию ракету сильно доработали а по вы сейчас стоит на вооружении по индексам r3s но это американский садвиндер ну и в этом связи ничего страшного позорного здесь нет промышленный шпинаш это снова основ вообще говоря сейчас в современной техники китайская оборонка просто живет на этом копируя нашу технику там американскую технику истребитель кефир был израильский так это копия французского миража массад смог выкрасить документацию через швейцарию ну и множество таких примеров когда ну как есть готовы прекрасные изделия просто его скопировать не тратить время деньги на разработку там изобретение велосипеда и так хорошо работает этого и сплошь и рядом такое существует даже до сих пор но такой забавный казус был в истории нашей ракетной техники уважаемые коллеги в свое время под космический проект был создан московский инженерно-физический институт под атомный проект московский физико-технический институт вузы очень интересные специфические престижные ну и под серьезные программы это готовилось поэтому там была особая программа обучения а физтехи преподавали такие киты нашей науки как ландау копийца семёнов нобелевские лауреаты и вот однажды там каждым предусматривалось три языка для изучения немецкий английский и французский но не свободное владение но в свободное чтение научных статей на трех языках это для физика считалось обязательным вот ну и сама физика естественно в первую очередь и вот однажды лев давидович ландау придумал способ как наглеющих студентов ставить на место но сам читал лекции принимал лекции там какой-то доцент принимает лекции вместо него вот ну и студент на тройку идет не больше начинает конючить тройка позор вести хим дать еще вопросик задайте можно четверку хочу ну даст он гаднух вот еще вопрос ну вроде ответил ладно говорил ставлю 4 бита пятерку можно ну совсем обнагрял как нет пятерку не могу это сам да у тебя путь ставить иди к нему он идет от лев давидович ваши лекции великолепно и прочее вот не совсем хорошо подготовился очень хочется 5 получить пожалуйста ну вот это ну уговорил гор хорошо гатландау ставит 5 расписывается подготовьте недельку подготовьтесь вот через неделю прям домой приходите раз вы говорите не совсем готовы получите прямо домой ко мне вот по столько часов такого числа но студент готовится читает учебники конспекты приходит назначенное время пускают квартиру и приглашают за стол за столом на столе самовар чай пьют и весь цвет советской физики нобелевские лауреаты и не нобелевские лауреаты ну продолжают разговор иногда обращается к нему а кстати молодой человек а вы как думаете по этому поводу он лихорадочно вспоминает разные конспекты лекции ничего не может вспомнить они обсуждают вопрос который физик еще не поставил перед собой какие-то перспективы далекие науки вот после такого позора взял документы вроде как и отчислился и говорят даже не один раз так происходило но вот способ так сказать с особенно наглых студентов которые так конючат оценки незаслуженные вот можно применить если считаете нужным уважаемые коллеги наверное мы сегодня не отойдем от темы московских вузов вот буквально на днях удостоился чести мне пришло и прислали свидетельство об окончании курсов ну в техническом университете имени баума на москве но в мире мы то оставались казани в режиме онлайн нам читали лекции в занятия проводили мы там отсылали свои отчеты вот и если наконец удостоили чести что я закончил эти курсы курсы были не совсем обычная это по обучению глухонемых студентов техническим наукам баумский университет с 1934 года такое обучение ведет у вас кае тоже подобной кафедры есть там школа ласточкина и знаменитая для детей для глухонемых в казани просили отзыв прислать прислал ну как бы такой упрек я высказался товарищи надо было сначала не просто сразу какие-то государственные документы закон об инвалидах прочее прочее может быть полезно но сначала заинтересовать надо расскажите какой сурдопедагогика вообще в этот фильм вот скажем порекомендовать посмотреть как он страна глухих кажется назывался и чё пан хаматов стал звездой на этом фильме особая жизнь совершенно глухонемых там свой мир на своя мафия там и потом странно дели непонятно как вот глухонемого ребенка от рождения учат читать и писать он ничего не слышит как мы буквы объясняли эти есть педагоги целое направление вот это сначала да ну и потом в лекции так тоже баум ка баум кай вот экран в уголочке лектор транслируется да и огромный текст так называем презентации и вот он зачитывает весь этот текст вроде так могу посмотреть и прочитать презентации в таких лекциях должны представить свои графический материал схемы конструкции там фотографии мультфильмы я ведь так могу сказать то что хочу сказать а вот длинные тексты их незрительно человек не воспринимает очень глупо их пересказывать если он напечатан вроде бы да зачем я вот это пересказываю вот на этого целое искусство таких презентаций серый фон предпочтительный как фотоателье но много таких тонкостей которые люди не замечают или не считают нужным и сейчас чтение лекций и научных конференциях превращается в такое бы бнешь да бу 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 следующий слайд пожалуйста, б-б-б-б-б-б-б, следующий слайд, пожалуйста. Студенты, слушатели не успевают ни рассмотреть, ни зарисовать, что-то там не записать. И вроде как процедура выполнена, во время уложился, результат никакой. Над этим тоже надо работать. Сейчас действительно среда, студенческая среда становится более оцифрованной, визуализированной. Они же воспитаны компьютером, телевизором, мобильным телефоном. И для них, скажем, тексты, 1400 знаков, это же непосильный текст для студента. А вот такая зрительная информация, которая хорошо подана, правильно и грамотно сформулирована, она улучшает усвоение материала. И вот в этом желаю вам успехов. Уважаемые коллеги, в свое время, скажем, 50-е, 60-е годы, в нашем советском кино, а у нас часто снимали фирмы такие производственные, на тему завода, КБ, производства и так далее. Была такая, по нынешним временам, смешная, забавная деталь. Скажем, совещание у директора завода в кабинете, и обязательно все курили. Дым стоял кромыслом. Этим подчеркиваю, что это деловая обстановка, люди делом занимаются, серьезные проблемы обсуждают. Ну, сейчас такого безобразия нет. Ну, опять же, в 70-е годы заставал такие времена. Ну, бывает, что тоже на совещаниях, каких-то заседаниях. Ну, практически нельзя никогда гарантировать, что оно закончится вовремя. Точно в минуту, в минуту, да, чтобы контрольные решения какие-то были. Ну, нельзя было сказать, что вот я поехал на совещание, вот буду в 3 часа. Потому что я могу и в 3, и в 4, и в 5, когда закончится, это неизвестно. Вот сейчас тоже приходится бывать на разных заседаниях, совещаниях, включая и в кабинете министров, там, в Казанском Кремле, в Доме дружбы народов. И вот еще в последнее время не то что тенденция, а очень четкий порядок, буквально в минуту в минуту, по регламенту. Не нарушается ни время выступления, ни от лишней болтологии. Хорошо подготовлены решения, они просто принимаются, голосуются, и все. То есть вот четко минуту в минуту так, собственно, и надо работать, всем стремиться к этому. А то в какой-то пьесе было, да, тоже из советских времен приходит человек, через 15 минут после начала совещания, которое еще и не началось, говорит, а я у себя привычку выработал назначенное время, плюс 15 минут, тогда я прихожу. И еще ни разу не приходил, чтобы не опаздывал на совещание. Тоже была такая манера затягивать начало, сейчас этого практически нет, не вижу, я во всяком случае. Так что это вот точно свежливость королей. И, кстати, на одном из этих совещаний обсуждалось с тем, что надо бы в наш народ внедрять эту мысль. Вот сейчас у американцев телефон аварийный 911, а у нас 112. И даже сказать, что Торстанин чуть ли не единственный, или первый регион, который внедрил сразу на все службы медики, полиция, пожарные. 112. Есть еще такой народный контроль, тоже есть сайт, куда можно обратиться, сообщить каких-то там безобразиях, замечаниях к работе правительства или там местных органов. То есть вот 112 и народный контроль. Интернет, он проникает во все наши поры жизни. Уважаемые коллеги, вот есть у нас в Казани на улице Горького так называемый Лецкой садик. Лецкой или Лецкой, это был генерал, грандоначальный города Казани. Вот при нем, или с его инициативой, этот сад был разбит. Одна из достопримечательностей Казани. Я там часто через него ходил в свое время. Там такой страшный шарообразный фонтан был, который никогда не работал. А я в художественном училище ходил. Ну, бывает, время оставалось, вот я там останавливался, и там дети гуляли. Ну, маленькие такие ребятишки, может, там, два-три года. Такие прямохождения освоили, но еще маленькие. Вот они там играют с мамочками. Еще одна мамочка подъехала, выгрузила его из коляски. Вот встретил кого-то там знакомого своего. Они обнялись и пошли к этому фонтану и что-то там рассматривают. Я смотрю, там третий ребенок стоит, он тоже заинтересовался, смотрит так на них, да? Но на лице такое интеллигентнейшее выражение. Интересно, что они там делают, но меня не приглашали. Вот с чужей здесь так будет жить, не лезть в чужие дела, не мешать. Другой ребенок подойдет, скажет, что, пацаны, без меня, я тоже хочу посмотреть. А вот у него другой уже настрой, и так вся жизнь, в общем-то, и будет корректно, организована, прочее. А вот, скажем, этим летом, ну, фонтан уже там другой, сад, в общем, хорошо облагородили. Интересная деталь, да? Белочки там завелись, или специально их там поселили. Белочки, они ведь собирают орешки в какое-то гнездо, их тем более подкармливают, но на зиму впадают в спячку, не обязательно дупло, в гнездышке какого-то, может быть. Говорят, в парке Горького тоже есть. И, знаете, среди шумного города, да, белочки уютно себя чувствуют, их подкармливают, естественно, в посетителях парка. Очень здорово. Или вот как на улице Чуйково, да, там озерца такие есть в тех краях на кварталах, бывшие торфяные разработки. Ну, там же свой беценос образовался, даже рыба попадается. И вот там дикие уточки прилетают, выводят пшенцов, плавают они там, летают потом в теплые края. Их никто их не трогает, слава богу, но все их устраивает. Значит, хороший раз город, каура какая-то хорошая, потому что даже такие животные совершенно не боятся людей и даже размножаются. Очень хорошо. Коллеги, продолжаем разговор о Казанских улицах. Как-то помню, был такой, ну, забавный, можно сказать, эпизод. В трамвае сел, поехал, и там молодой человек сидел сбоку на сиденье, да, заходит бомж, классический такой бомж, коробка, там, бутылки, подходит к этому молодой человеку и говорит, молодой человек, это мое любимое место. Ну, странно, но молодой человек уступил ему место, тот сел, освоился и стал разглагольствовать. Вот мы будем проезжать улицу Гаврилова. Гаврилова, улица названа в честь первого редактора газеты «Вечерняя Казань». Ну, я мысленно улыбнулся, слушал его дальше. Знаете, тут такая игра слов, что ли, получается, да, не Гаврилова. Это не тот Гаврилов, да, Андрей Гаврилов действительно был основатель газеты «Вечерняя Казань», покойный, к сожалению, уже. Вот, Казань стала, ну, миллионником, городом миллионным, родился миллионный житель. В этом случае в стране был такой порядок, значит, проектировалось метро в этом городе, начинало строиться, и начиналась сдаваться «Вечерняя Газета». То есть «Вечерняя Москва», «Вечерняя Казань». Это было сильно очень хорошее, оригинальное. Утренние газеты выходили утром в киоск, а в 16 часов где-то «Вечерняя Газета» попадалась. Ну, а как-то отличалось от всех, в самую лучшую сторону. Конечно, ну, просто однофамилия того Гаврилова, в честь которого названа улица у нас в Казани. Это майор Гаврилов, защитник Брестской крепости, один из защитников, даже он чуть не руководил там этой обороной, кряшен по национальности, тоже такой наш земляк. Вот, великая эпопея обороны Брестской крепости, майор Гаврилов, в честь которого названа улица, по которой многие ходят, живут там. Это, кстати, там есть мемориальная доска, в честь кого она названа, в отличие от других казанских или многих других казанских улиц. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok